Всем привет, с вами Макс, вы на канале Keep Going и сегодня будет 3 дня из жизни Хэнди Мэна. 3 дня, потому что у нас было 3 дня подряд работы и мало того, что эта работа была у всех клиентов практически, у всех, у которых мы уже работали раньше. Поэтому начинаем с первого заказа и я буду потом комментировать, рассказывать, что мы там делали, сколько заплатили и все подобное. Просто в чем прикол, что когда ты работаешь, стараешься работать быстро, чтобы быстрее уехать оттуда домой, забываешь просто поснимать. Вот реально, я реально забываю поснимать. Я даже беру с собой камеру, просто забываю о машине, по итогу достаю телефон, снимаю на телефон и то снимаю очень мало. Поэтому, к сожалению, не все работы будут показаны в законченном варианте, потому что просто мы уезжали и я забыл заснять. Но первая работа, это работа у нашей постоянной клиентки, которой мы были уже 4 раза. Живет она прямо возле нас, тут 5 минут от нас. И первый раз мы там ремонтировали ей вот эту дверь, которую мы будем сейчас менять. Второй раз мы там шпаклевали дырку в стене, потом устанавливали две закрывающиеся двери, я вам показывал в этом видео. И вот четвертый раз мы приехали менять полностью дверь с коробкой. Сразу же скажу наперед, чтобы потом не забыть, заплатили за этот заказ, по-моему, или 450, или 470, я уже точно не помню. То есть мы договаривались на немножко меньшую сумму, но по итогу, как мы начали устанавливать, там были небольшие сложности, с которыми мы не были готовы. Поэтому немножко я ей добавил цены. Ну, я считаю, что это в принципе дешево, потому что клиентка постоянная, живет прямо возле нас, поэтому я стараюсь ей давать нормальные цены. Потому что первый раз, когда мы к ней пришли, она отказалась от нас, потому что для нее ей показалось дорого, но потом она поняла, что лучше заплатить чуть больше, и тебе сделать работу хорошо. Поэтому я ей стараюсь все равно давать адекватные цены, и она довольна, постоянно нас заказывает, и еще и советует своим друзьям. Поэтому начинаем видос. Так, у нас сегодня работа, опять вернулись к этой женщине, у которой уже были три раза, то мы устанавливали ей двери, то вот эти двери ремонтировали. А сейчас мы уже начали разбор, будем менять вот эту дверь. Сначала ей ремонтировали одни люди, потом мы ее фиксили, а потом она все-таки решила ее полностью поменять, потому что те, кто ее ремонтировали перед нами, сделали плохо, и она недовольна. Короче, меняем вот эту сейчас дверь с косяком, потом мы там шпаклевали, потом вот эти штуки устанавливали. Много чего было, и в общем вот началось. Так, в общем все, уже выняли старый этот фрейм дверной, и в общем по высоте пришлось подрезать вот тут, потому что сильно высокая, не уходила дверь. Снизу прям все убирали тоже. То есть там был старый фрейм и еще какая-то доска снизу, мы даже ее пришлось убрать, сейчас будем примерять дверь. Она прям... Да, по высоте и по ширине немножко тоже не влазила, немножко везде подпиливали, но сейчас будем пробовать. Причем вот дверь с Канады приехала, Made in Canada. Все, пробуем. Так, друзья, сейчас небольшая реклама, у сегодняшнего видео есть спонсор, а конкретно это Major Rentals. Если вам нужно арендовать автомобиль в Калифорнии, а конкретно в Лос-Анджелес или в Сан-Диего, то вам в Major Rentals. У них в наличии больше 250 автомобилей по отличным ценам, которые вы можете арендовать без наличия американских прав. Цены идут от 250 долларов в неделю, либо от 750 долларов в месяц. Это у себя включает уже полную страховку и безлимитные мили. Друзья, это Игорь, владелец Major Rentals. Я когда-то уже с ним снимал видео полноценное про его бизнес, вы можете посмотреть это в описании. Но сейчас он скажет вам про скидку для моих подписчиков. Друзья, всем привет. Всех, кто хочет воспользоваться нашим сервисом, мы предоставляем скидку 15% по промокоду KEEP GOING. Также хотелось бы сказать пару слов про наш сервис. Это три локации. У нас здесь в Лос-Анджелесе две и одна в Сан-Диего. У нас более 250 автомобилей. И в целом мы самый крупный прокат для наших людей здесь в Калифорнии. Поэтому приходите в гости. Также у нас есть помимо автомобилей 4 гидроцикла. Вы всегда можете воспользоваться в такие солнечные дни, приехать, погонять, покататься, взять на сутки. Либо мы вас пустим в Марино-Долре. А также у нас есть лодка на 10 человек. Точно так же в Марино-Долре. Напишите нам, и мы вам все подскажем, расскажем и сделаем все в лучшем виде. Ждем вас в гости, друзья. Спасибо. Мы закончили с этой работой, уехали. И на следующий день у нас был заказ тоже у нашего клиента, который уже мы у него работали неделю назад. Мы ему делали, я тоже это снимал, мы делали ему стенку в гараже. И тут он позвонил, сказал, что он хочет еще ворота заделать полностью гипсокартоном. То есть мы их в прошлый раз красили ему, а в этот раз он говорит, давайте их зафигачим гипсокартоном. То есть получается мы просто зря их красили в прошлый раз. И он за это платил тоже. Ну в общем, почему бы нет, классная работа. Но делали мы ее, грубо говоря, два дня. Потому что в первый день мы все зафигачили гипсокартоном, пошпаклевали и оставили сохнуть. Поэтому на следующий день мы приехали и там за час зашкурили и покрасили. У нас сегодня, короче, будет все видео посвящено тому, что мы возвращаемся к нашим клиентам. Короче, сейчас вы видите работу, она была в прошлом видео. Опять заехали, купили гипс, доски там. И все, что нужно. Кстати, трейлер у нас с Флориды. Вот Флорида, представьте, кто-то приехал на этом трейлере с Флориды. Короче, да, едем все к клиенту и все там увидите. Так, это, в общем, наша работа. В прошлый раз мы вот это устанавливали, вот эти пару плит. И вот эту стену сделали. Это те, кто не видели в прошлом видео. Вот тут все сделали и покрасили вот эти ворота. Но сейчас он попросил, в общем, заделать эти ворота, сделать тут тоже стену. Поэтому сейчас будем вот эти все дыры запенивать, закрывать эту дверь, закручивать ее. И потом уже будем делать стену из гипсокартона. То есть он тут хочет офис сделать. Да, видите, кондер поставил один маленький. Но все равно тут будет жарко. Зато работает маленький. Ну да, работает кайф. Надо еще с потолком что-то делать, чтобы не было так жарко. Ну, точнее, вообще надо потолок сделать, в принципе. Ну, короче, такая работа. То есть, видите, в прошлой неделе мы делали вот эту стену. И уже в эту неделю опять приехали к нему. Так, а я сейчас быстренько отвезу трейлер, потому что он уже нам не надо. Мы взяли его, грубо говоря, для того, чтобы привезти гипс. Ну, и так постоянно делаем. В принципе, нормально, сколько там, 14 долларов или 16 долларов за этот трейлер. Это на сутки. Но мне он нужен был всего лишь на час, но даже меньше. Теперь отвезу его обратно. Так, все, в общем, вот этот трейлер. Вернул его на базу. Видите, тут еще разные трейлера у них есть, есть закрытые. Но нам такое не надо. Короче, все, едем дальше обратно работать. И у нас после сегодняшней работы, вот этой, которую мы сейчас будем делать, еще три заказа пришло. Я не знаю, успеем ли мы сегодня кому-то из них еще съездить. Ну, как мы успеем, кому-то одному точно поехать. Про остальных пока не знаю, посмотрим. Ну, я, скорее всего, к одной мы поедем, наверное, отремонтируем, то есть, там, дверь ей. А ко второй мы, может быть, поедем, просто сделаем оценку, а работать будем завтра, я так думаю. Потому что сегодня уже не хватит времени. Но на завтра у нас есть еще один заказ. И тоже к нашему клиенту, у которого мы работали на прошлой неделе. Это вообще пипец. С того заказа мы офигеем, потому что там, короче, бомжи выломали дверь опять. Будем ехать смотреть. В общем, это, думаю, странное событие, потому что вот эта вся фигня, которую мы сейчас делаем, да, закрываем, вот закручиваем дверь и прочее, это все, как бы, такие серьезные переделки, да, были ворота в гараж, а стало вот такое вот. А этот человек, которому мы работаем, он не владелец этого дома, он просто его арендует. То есть, я вот не знаю, если бы я был владельцем, что бы я сказал бы, если бы мне переделали настолько гараж. У нас, в общем, процесс движется. Получается, запинили, пленку еще натянули, и сейчас ставим уже, типа делаем раму, фрейм, и потом уже будем крутить гипс. Ну, на самом деле, все это быстро. Кажется, что работы много, а по итогам нет. Так, все, в общем, каркас готов. Сейчас будем уже крутить гипс-картон. Все прикрутили, все сделали, чтобы погнали дальше. И то есть, прикол еще в том, что мы в этот день зашпаклевали и оставили сохнуть, и поехали делать другой заказ. То есть, мы приехали на другой заказ, я хотел просто сделать оценку работы, я не знал, что там нужно будет делать. Мы приехали на этот заказ, и оказалось, что там мелочи. Мелочи, там было 4 разных мелочи. Карниз немножко открутился, надо было просто закрутить саморезы. Потом дверь с петель сошла, потому что саморезы были старые, дверь старая, оно все вывалилось. Мы закрутили новые саморезы, толстые, хорошие, и поставили дверь. Дальше полочки на кухне немножко провисли, хотя недавно сделали новую кухню, но, говорит, полки провисли, и кран открутился. Мы закрутили кран, и повесили полки обратно. В общем-то, это... А, еще и держатель бумаги в туалете, да. Вот такие мелкие работы, и взяли за это 250 долларов. Заняло это, по-моему, час. Да, ровно час, кстати, там 50 чем-то минут. Так, вот у нас новая работа. Приехали просто посмотреть, только что там... Там, ой-ой-ой... Блин, я и снимать хочу, и то, и все. Ага. Там зашпаклевали, оно высыхает. О, отлично. Высок, аня? Сейчас, сейчас. Короче, приехали посмотреть работу, и то уже делаем. Пару мелочей. Ладно, да. Так, в общем, что тут было? Дверь эта-то лежала на полу, а она была закручена на 6 маленьких, таких коротких саморезов. То есть, было вот тут 3, и внизу было 3. Тут это вообще было не прикручено. И фрейм старый очень нилой, и дверь уже такая себе. Ну да, но мы загрузили толстые длинные саморезы, нормально держат. Какое-то время? Да, какое-то время дверь еще простоится. Ну, вообще идеально все. Лучше, чем было. Новые. Лучше, чем когда новые были, наверное. А ну, если ты попробуй лучше. Нет, не получится. Да, не надо уже. Все. Отлично. Это уже лишнее. Ну, можно блок. Так, все. В общем, уезжаем. Мы ровно час были у этой девчонки. Там двери подкрутили, в туалете держатель для бумаги подкрутили. Ровно час заняло. Она заплатила 270. За это утром мы еще проработали 3 часа. Там будет 600 долларов, но будет уже завтра, потому что мы завтра будем красить. А сейчас едем еще на третий заказ, но мы не будем его делать. Мы сейчас посмотрим, оценим, и думаю, завтра же будем делать. Потому что сегодня уже хочется кушать. Два часа дня хочется домой. Едем. Печи скажут, охренели, блин. Два часа дня. Работайте, блин, пока солнце еще. Не ловко, вот именно солнце, жарко. Ну, сейчас посмотрим. Ну, я бы уже, наверное, сегодня не делал бы этот заказ. Так, потому что приехали на третью работу. Это вот этот дом. Я не хотел там снимать. Там две женщины, ну, бабулька, да? Веселушки. Ну, да, такие веселые женщины, в общем. Ну, наверное, ну, не похоже они вообще, да? Ну, в общем, там надо дверь для собак установить. Это снизу такую маленькую. Мы сдали 350 за дверь, но там нужно будет еще такую маленькую рампу сделать для собачки, чтобы она могла сходить. А то она маленькая. Еще 50 долларов за рампу. Ну, это с кондиционера. В общем, 400 долларов за рампу. Ну, и за дверьку. И они согласились, просто сегодня мы уже не хотим это делать. В пятницу поедем. Да. А еще написано за три человека, только что за другие работы, елки-палки. И в этот же день мы еще взяли другой заказ, но мы не захотели его делать, потому что там нужно было потратить несколько часов на работу. И уже просто не хотелось в этот день работать. Поэтому мы перенесли этот заказ на другой день. И вот пришел уже последний день. Мы приехали красить эту стенку, точнее, этот ворота, который мы заделали. И в этот же день мы покрасили, то есть это заняло там буквально час, и поехали делать еще один заказ. Заказ был довольно-таки простым. В общем, да, это следующий день. Мы вот вернулись, только что покрасили, уже второй слой покрасили. Вторым слоем точнее. И все. В общем, готово. С этой стороны готово. И с той стороны я вам покажу, как мы сделали этот. Закрыли пену. Там было видно пену в щелях, о дверях. Ему не понравилось. Мы закрыли, короче. Ну, короче, для гаража, думаю, вообще шикарно. Единственное, вот это теперь смотрится странно немножко. Вот эти стены. То есть, если все стены были вот такие белые, то было, конечно, прикольно. Потолок ему предложили тоже сделать. Эконом вариант. Просто это утеплителем и такой специальной пленкой затянуть его, чтобы было дешево и не шло тепло с крыши. Чтобы тут было холоднее. Это жарко в районе этом. Вот у нас стал такой маленький кондер, но как бы сейчас нормально, но в обед будет тут жарковато уже. Так что такие дела. Это тоже был наш клиент, которым мы работали уже на прошлой неделе. Это вообще смешная ситуация. То есть у нас получается в эту неделю практически, ну и все люди, которым мы уже у них работали. И этого парня мы тоже были неделю назад. У них вообще странная какая-то ситуация. То есть магазин, даже не магазин, это, короче, это здание коммерческое, в котором была парикмахерская и была еще какая-то регистрация, ну, на машину делали регистрацию. Оно пустое, там ничего нету. Оно прям ни о чем здание. И его постоянно взламывают бомжи. Тогда постоянно забираются бомжи. В первый раз, когда мы приезжали, они просто разбили стекло и нас попросили заделать это стекло чем-то. Мы его заделали, ОСБ, по-моему. И, в общем, он нам потом звонит через неделю и говорит, что бомжи опять его взломали, залезли туда. И он так рассказал, что они сломали это ОСБ. А я помню, что мы нормально накрутили. Его, конечно, да, возможно сломать. Можно сломать все, что угодно. Просто зависит от того, какую вы силу приложите и чем вы будете это ломать. Но он рассказал, что они сломали это ОСБ. Мы приехали, смотрю, все целое, ничего никто не ломал. Оказалось, они взломали какую-то из дверей и просто зашли через дверь. Он еще рассказывает, в предыдущий раз они зашли через окно, а еще в предыдущий раз они вырвали кондиционер из стены и залезли через стену. В общем, бомжи лезут туда просто пачками. Зачем? Непонятно. Ну, то есть, реально непонятно. Там воняет внутри помещение, потому что там бомжи уже были. Ну, я не знаю, зачем они туда лезут. Ничего ценного там нету. И они нас попросили просто зафигачить двери так, чтобы они не открывались снаружи. Ну, вот мы просто их зафигачили досками. И получается, работа была супер простая. По времени с поездкой в магазин заняло где-то два с половиной часа, может, немножко меньше. И заплатили нам, кстати, тут очень неплохо, заплатили, я не помню, по-моему, 580 долларов. Это с материалами. На руки чистыми осталось, по-моему, 520 долларов с этой работы. Заняло два с половиной часа. И клиент остался очень доволен. Написал нам два раза уже хорошие отзывы. И, в общем, все четко. Так, мы закончили сегодня первую работу. Там буквально у нас полтора часа заняло. И сейчас приехали на вторую работу, на которой мы уже были тоже. И покупаем вот доски, саморезы. смотрите, какие золотые саморезы. Длиннющие, пипец. Это 12, а, это 15 сантиметров. А эти 12, по-моему, да. Короче, прикольно. Там прямо я вижу, и у них это звездочка, то есть не крест, а звездочка, видите, вот такая. И там лежит битов в наборе тоже. А эти по 10 сантиметров. Короче, тут саморезы, вот эти 4 пачки саморезов, это знаете сколько? Скажу, это 15, а эти по 20. 55 долларов, это вот эти 4 пачки саморезов только. Будем фиксить дверь. В общем, пока грузили эти доски в машину, вот купили клубнику, У чувачка ходит, продает мексиканец. Он сказал 20 долларов, я говорю, не, спасибо, он говорит, 15, ну ладно, 15 долларов такой ящик. Ммм, запах как дома. Как дома? Да, да, да. Навозом пахнет или что? Настоящая. Так, у нас тут работка, короче, это было раньше парикмахерская, но тут уже давно ничего нету, видите, вот остались такие кресла. Мы были тут на прошлой неделе, наверное, зафигачивали им дверь, а сейчас они попросили все двери, которые есть, просто их заколотить, грубо говоря, досками. Тут уже бомжи врываются. Ниже бомжи. Причем залазят через окна, там через кондиционер, был не кондиционер, в стене был, они его выломали и залезли через кондер даже. Ну, типа такой. И, короче, сейчас будем просто зафигачивать эту дверь досками. В общем, вот такая вот филигранная работа, видите? Доска, USB накрутили, чтобы она упиралась плотно, все, не открывается. И даже эта ручка не нажимается, потому что упирается в доску, и уже бомжи точно не откроют, даже если они, ну, взломают замки, все равно никак не зайдут, во-первых, ручка не нажимается, во-вторых, просто вы не сможете ее сюда толкнуть, потому что тут доски. А закрутили десятыми саморезами, так что там все отлично. В общем, вот это мы делали в прошлый раз, запигачивали. Видите, тут было, типа, это регистрация автомобилей. Но, было тут регистрация и парикмахерская, но сейчас это все один офис получается. И в прошлый раз они выломали этот кондер, залезли сюда. Потом они взломали тут замок, выбили эти двери и как-то туда залезли. Мы сейчас все закрыли, а они залезли через дверь, открыли. Короче, постоянно находят способы. Поэтому сделаем так, что уже ни одни двери не будут открываться просто. Так, крутим вот эти, в общем, маленькие саморезы. Да, саморезики. Такие, блин, с ладошку. Ну, крутится вообще как по маслу. Короче, все. И с той стороны, и с этой стороны. Закрутишь? Ну да, нехорошо крутится. Сейчас. Сейчас. Отлично. Да, в общем, вот такие вот работки. Реально было прикольно. Прикольно, что это постоянные клиенты, да, они постоянно к тебе обращаются. Когда ты делаешь им, ну, делаешь эту работу хорошо, то они довольны и звонят тебе. В принципе, да, работка не сложная, особо не пыльная и довольно-таки неплохая оплата за такую работу, я считаю. Так что, всем спасибо за просмотр видоса. Увидимся в следующем видео. С вами был Макс. Всем пока.